Всем здравствуйте, это Алена. Сегодня с вами говорим про ЖКТ. Вы на канале с медицинским психологом. Я практикую натуропатию 4 года и 10 лет работаю как медицинский психолог. Соответственно, сегодня с вами говорим про желудочно-кишечный тракт и как понять, что есть проблемы и на что воздействовать. У меня в практике много клиентов, которые обращаются с синдромом раздраженного кишечника и с другими патологиями кишечника. Это история, которая может влиять на чистое эмоциональное состояние. И, соответственно, напоминаю, что в кишечнике триллионы разных бактерий, при этом количество разных видов бактерий может меняться. И, например, может быть слишком много плохих бактерий, слишком мало хороших. Обычно вам советуют кормить этих бактерий клетчаткой и зерном. Но почему есть проблемы с кишечником? Эмоциональный стресс, неправильная еда, сидячий образ жизни и, самое главное, стресс. Каждый стресс убивает микробиом не на несколько дней, а даже чуть больше. И я могу сказать, что это реальная история. И обычно мои клиенты в восстановительной программе используют микрофлору, поддерживающие аминокислоты. Ну, в общем, целый комплекс. И для снятия воспаления. Но давайте поговорим без... Вот в глубокие выдавания в индивидуальной консультации мы поговорим о том, как определить и что изменить. Обычно вам советуют кормить бактерий своих клетчаткой. И, соответственно, могу сказать, что это круто, это здорово. Зелень намного лучше зерновых в качестве источника клетчатки. И есть функциональные клетчатки, после которой многие мучаются вздутиями и газами. Соответственно, что же касается микробов, то их можно разделить на три группы. Патогенные, полезные и нейтральные. И, соответственно, если вы чувствуете, что вы кушаете клетчатку и ничего у вас не происходит, то, соответственно, у вас все хорошо. Если вы чувствуете, что вы съедаете клетчатку и у вас какой-то адодовый, то это может качественно говорить о том, что что-то нехорошо с кишечником. Другой момент, если вы в стрессе, у вас есть какие-то пигментные пятна, вы плохо ходите в туалет, у вас есть головная боль. Это тоже бывают симптомы интоксикации. И, соответственно, это может быть первой историей для первых звоночков о том, что что-то не в порядке. Стресс, антибиотики, они также убивают полезные бактерии. И в зерновых бывает история, связанная с непереносимостью и глифосатом. Поэтому, ребята, если не работает кишечник должным образом или, например, он химически не функционирует, то опасность всегда по усвоению витаминов и минералов очень серьезная у этого человека. И поэтому я топлю за ваш кишечник, любите свой кишечник, храните его как зеница оку, потому что именно в кишечнике выполняются функции усвоения многих минералов и витаминов. Соответственно, у кого здоровые кишки, как я говорю, у тех здоровые мозги. Кишечник любит движения, лактобифидобактерии любит, любит тоже клетчатку здоровый кишечник любит. И он любит минимальное количество стресса. Также кишечник очень-очень любит, чтобы у вас было достаточное количество воды, потому что свои какашки мы тоже должны как-то выводить. Простым языком о медицине и здоровье на моем канале. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу, ваша Алена. Продолжение следует...